Программа до газификации идет по Хабаровскому краю. Проведение голубого топлива до участков на себя берет компания «Газпром» за распределение «Дальний Восток», а установку оборудования на своей территории оплачивает сам собственник. Но не все могут это себе позволить. Как жителям региона все же газифицировать свои дома, узнаем в следующем сюжете. Раньше Полине Ким приходилось очень рано вставать. Пенсионерка живет одна, и кроме нее никто не затопит печку. Теперь у нее дома появился газ. Уже не буду я эту печку топить. Ну и вообще чудесно будет. Не надо будет заказывать газовые баллоны. Вот хлопоты – это тоже лишнее. А тут все под рукой. Я довольна. Теперь пенсионерка на газе будет не только готовить еду. Обогреваться дом сейчас тоже будет голубым топливом. Перед использованием приборов специалист компании «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» проверяет их исправность. Мы проверяем сигнализатор загазованности, который связан напрямую с электромагнитным клапаном. Соответственно, если какая-то у нас утечка происходит, то клапан срабатывает и перекрывает газ. Соответственно, он начинает подавать сигналы, газ не поступает. После проверки оборудования абонент получает инструктаж по технике безопасности. Если вам кажется, что пахнет газом, либо вы чувствуете, что пахнет газом, перекрываем вот этот кран на опуске, открываем окошко на проветривание, вызываем аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104. По программе «Догазификации» население специалисты компании «Газпром» газораспределения «Дальний Восток» подводят трубопроводы прямо до участков. Расходы на установку оборудования на своей территории абонент берет на себя. На сегодняшний день в Хабаровском крае подано порядка 3,5 тысяч заявок, исполнено порядка 350. В городе Хабаровске подано порядка 300 и исполнено порядка 200 заявок. Подключение участка обойдется абоненту более чем в 130 тысяч рублей. По инициативе Михаила Дегтярева, инвалидам, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и неработающим пенсионерам окажут финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. По нормативным правом акту готовим администрации, губернаторы и правительства. Министерство финансов поддерживает, Министерство социальной защиты готовит. Давайте в оперативном порядке его подпишем. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Смотри Хабаровск. Оставить заявку на подключение природного газа можно на портале Госуслуги и на сайте единого оператора газификации «Газконнект».